МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы нам пойти вперёд, а если есть желание, можно и повторить то, что у нас что-то есть необходимость повторить. Я не был. Слезон. Ну, это всё как хорошо, приятно. Новые люди, новые знания. Вы тоже не были, да? Ну, как-то да. Мы как раз, и вот девушка болела, поэтому она тоже не присутствовала. Поэтому мы с ней начали обсуждать, что такое философия. А с вами тоже мы сейчас можем быстренько обсудить, что такое философия. Что такое философия? Скажите, пожалуйста. Вы куда пришли? Грубо если говорить. Куда вы пришли? Чего изучать? Вот я считаю... Я считаюсь доктором философских наук. Это чего я такое? Кто? Может, и я не знаю, что это такое философия. Так бывает. Что такое философия? Как вы думаете? Ну, давайте, это мы сейчас мнение соберём. Опрос. Философия – это что? Наука. А? Наука. Хорошо. Это вот очень... То, что вы сказали, на самом деле, нетривиально, потому что значительное число граждан считают, что это просто любовь к мудрости. То есть расшифровывают эту вот фразу философию, чисто филологичную. Фила – это любовь, София – это мудрость. Философия – любовь к мудрости. Вот вас сюда привела любовь к мудрости. Тоже неплохо смотрится. Правильно? Вы хотите быть мудрыми людьми. А мудрые чем отличаются от немудрых? Потому что они в некоторые положения не заходят. А умные люди, но не мудрые, они зайдут в это положение, а потом начинают, мы ведь знаем, выход из любого положения, начинают лихорадочно искать выход. Так, а может, мы как-нибудь разберёмся? То есть мы будем в крупных-то вопросах не делать ошибки. Крупных. И вот я на лекции для ваших коллег, вот перед вами как раз, приводил два примера крупных ошибок таких, или крупных обманов, которые будут обманывать не сотни людей, и не десятки, и не десятки миллионов, а сотни миллионов сразу. Например, что вы знаете про референдум 1991 года об СССР 17 марта? Что вы знаете? Ролосовали на этом референдуме люди. Какой был там вопрос? В дальней снижении. А? Не слышу. Что создание? Ну, что-то хорошее. Правильно. Определили вы правильно. Хоть вы и так вроде и так сомневались, но вы вообще попали в точку. Большинство людей считает, что это был референдум о сохранении СССР. А вы совершенно правильно попали в точку и сказали, что это создание СНГ. Потому что вопрос был такой. Это вы можете легко проверить. Вот у вас как раз открыто. Вы можете взять и набрать. Вопрос на референдуме 17 марта 1991 года. Я сейчас назову, а вы еще меня перепроверите. Там говорил так. Вы за сохранение Союза Советских Социалистических Республик как Союза Суверенных Государств. И дальше продолжение. Там в котором траля-ля-ля. Это уже не имеет значения. За сохранение Советского Союза как Союза Суверенных Государств. Вот что у нас является примером Союза Суверенных Граждан. Вот у нас сейчас здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Мы суверенные граждане? Суверенные. Понятие суверенные означает, что вы независимы. Вообще вы не спрашивать будете, что я думаю, что кто думает. Куда хотите, туда и пойдете. Поэтому я вам предлагаю объединиться в могучий Союз Суверенных Граждан. Вот у нас шесть человек. Это какие-то на вас обязательства накладывают? Никаких. Если суверенных, это значит, куда вы наметили, туда и пойдете. Как вы меня не спрашивали, куда идти, так и не будете спрашивать. Ни меня, ни других, и так далее. И, соответственно, каждый. Суверенные. Что такое суверенные? Вот если муж и жена вдруг объявляют себя суверенными. Все? Да. Суверенные – это не значит свободные. То, что свободно можно соединиться в одно государство, а можно стать суверенными, то есть независимыми друг от друга. Вот СНГ и представляет собой как раз ССГ. Горбачев сидел и писал Конституцию ССГ. Союза Суверенных Государств. Но эта Конституция вообще состоит из одной фразы, потому что это Советский Союз, это Союз Суверенных Государств. Потому что дальше что писать? Что бы я ни написал, если вот, скажем, нас вот здесь раз, два, три, четыре, пять, а вы не согласны. Вы так будете действовать. Как вы хотите, так и будете. Вас это наше голосование никак не касается. Почему? А потому что никакого подчинения меньшинства большинству, если все суверенные, нет. Потому что как только... То есть то, что в польском не позволяем. Вот мы там решали, обсуждали, потом вы поднимаете руки, я не позволяю. Ну, все. То есть вас это никак не касается. Потом к вам обратились, и вас это не касается, и вас, и вас, и меня, и никого. Поэтому мы можем точно так же считать, что у нас мощный с вами союз, вот, шестерых человек, и при этом мы совершенно, так сказать, никак не связаны друг с другом. А как в гимне Советского Союза пелось? Союз нерушимый, республика? Свободных. Свободных. А свободно, мы соединились, свободно. То есть хотим соединяемся в этот союз, хотим не соединяемся. И все союзные республики имели право выхода. Если они вдруг решились выходить, они могут выйти. Но это выход именно. А пока они в союзе, ну, точно так же, как, скажем, для того, чтобы прочный был брак двух сторон, союз мужчины и женщины, надо, чтобы каждый из них был свободен. А когда нельзя было расторгнуть брак, то это получалось, что люди не свободны. А, так сказать, если они по любви находятся в браке, то их не сковывает не брак, а стягивает вместе этот союз любовь, а не брак. Правильно? А, так сказать, жить с нелюбимым, это и понятное дело, что такое. Так вот, 70% граждан проголосовало за сохранение союза Советского... А дальше не читали. То есть люди не привыкли, не вдумываются. Ну, это юридический акт, это референдум. А что отличает вообще референдум? В Советском Союзе никогда референдумов не было, потому что, если мы с вами хотим провести референдум вдруг, то мы, наверное, сначала с вами будем сначала спорить. Вот нас тут шесть человек, мы отвечаем, я вам доказываю, вы мне доказываете, мы тут спорим. И приходим к какому-то решению единогласно или большинством голосов. А если референдум, значит, вот, пожалуйста, тот, кто референдум организовывает, тот в нем, тот его и выигрывает. Значит, проводим референдум, ставлю вам на голосование, вас застрелить, утопить или повесить. Выбирайте. Право выбора, вам обеспечено. Все? Нету, больше нету. Я же делал вопрос, я же делал. Ну, Горбачев с Яковлевым делали референдум. Они поставили вопрос, они уже поставили вопрос, вы за сохранение, человек вроде за сохранение, надо голосовать вроде за Советского Союза. А там дальше написано, как Союз Суверенных, он сохранится только как Союз Суверенных, то есть, как уничтоженный Союз можно его сохранить. Вот как СНГ. У нас СНГ же есть. Чем отличается СНГ от ССГ? Ничем. Союз Независимых или Союз Суверенных это синонимы, полные синонимы, ничем не отличаются. Вот сидите к Завреческому дворцу, можете туда прогуляться, там вот эта пустая организация находится, там плашки тех, кто входит. И то не все входят, даже некоторые не хотят рядом стоять. Некоторые союзные республики бывшие не хотят рядом стоять, поэтому там некоторые есть, некоторых нет. Ну, а кроме стояния рядом или кроме такого вот оболочки в хорошем таком помещении, ничего там больше нет. Это СНГ, такая-то ССГ, поэтому и нечего и писать было Горбачеву, что там писать Конституцию, там не надо ничего было дописывать, потому что это ничего не означает. А если ответить на этом референдуме не за сохранение, то есть это значит, что А получается, что из-за такой формулировки вы за сохранение, вообще вы против сохранения союза. Ну вот да. То есть так напишешь нехорошо, так напишешь тоже нехорошо. Поэтому уже так сделано, чтобы как бы вы не голосовали, и вы... Да, да. Причем это вот легко. Или вот сейчас говорят, у нас Конституция, мы Конституцию не будем менять. А кто-нибудь за нее голосовал, хоть один человек? Вот за это то, что считается Конституцией. Я больше хочу сказать. В истории всегда Конституции бывает, возникает новый как? Сначала какая-то старая власть уничтожается, прежняя, создается новая, а новая власть отменяет всю прежнюю законность и устанавливает новую законность, Конституцию. Поэтому по старой Конституции новая Конституция незаконна, по новой Конституции старая Конституция незаконна. Что первично, что вторично, власть или Конституция? Власть первична, а потом Конституция. Скажем, в Советской России что сначала было, советская власть или советская Конституция? Власть. Сначала, даже больше, Сначала появились советы, никакой советской власти не было. Потому что советы в пятом году появлялись, потом они в семнадцатом появились, были эсэры меньшей виски, потом три больших совета, Московский, Петербургский и Северного фронта стали большевистскими. Советы были, власти не было. Потом появилась советская власть, никакой конституции не было. Конституция-то появилась... На пятом съезде только она появилась? Не, не на пятом. Почему? Она появилась в восемнадцатом году уже. В восемнадцатом году. А конституция СССР появилась после двадцать второго года. Вот я не знаю, в двадцать третьем или двадцать четвертого, наверное, года. В двадцать четвертом году появилась конституция Советского Союза. В двадцать четвертом году. А Советский Союз в двадцать втором. То есть с двадцать второго по двадцать четвертый без конституции жили. То есть конституция не сразу появляется. То есть надо еще разобраться в законах и выделить основной. И вот основное еще и сформулировать так, чтобы на нем это все дальше строилось, чтобы можно было к нему обращаться. А что у нас было в 93-м году? В 93-м году сначала расстреляли парламент из танковых орудий, а потом поставили вопрос. Можете посмотреть вопрос на всенародном голосовании с 1993 года. Какой? Принимаете ли вы Конституцию России? Вы еще Конституцию принимаете в России? Вот там, в Верховном Союзе уже расстреляли, а вы Конституцию России принимаете или нет? Конечно, она принимает. И все. Ни один проект, никакой. Было пять проектов. Я это знаю, ну, так сказать, не только по бумагам. Я был членом Конституционного совещания. Сиживал в мраморном дворце в Кремле и ходил через Пасскую башню. И ушел оттуда в связи с тем, что председатели Верховного Совета вообще не дали говорить. Ушел вместе с целым рядом товарищей, вместе с Хосбулатовым, вместе с Бабурином, который тогда тоже ушел. И ушли мы в Белый дом. И там, когда мы пришли, думаю, ну, там штаб борьбы с Ельцинской командой. Нет, а там оказалось, там большой стол был. И за этим большим столом товарищ Бабурин сказал, надо протянуть руку Ельцину. Вот я это слышал. Так, думаю, все понятно с Бабурином. Вот это борцы. И что дальше произошло? Ну, а дальше произошло, что ни один проект не опубликован был официально. Мы, например, опубликовали свой проект в газете «Народная правда». Проект Конституции Слободкина. Судьи Солнечногорского района Московской области. А был еще проект Собчака, проект Жириновского и два проекта Ельцина, потому что в обоих он представитель комиссии. Один проект был комиссией Румянцева, а другой, как бы, президента Ельцина. И вот этот второй считается Конституцией. Но ни один человек за него не голосовал, потому что надо что было сделать? Поставить на голосование этот проект? Не только его, и другие надо было поставить на голосование. Он бы получил больше всех, или, допустим, он получил больше, чем другие. Это достаточно для Конституции? Нет. Для Конституции надо, чтобы большинство имеющих право голоса в России проголосовало за данный проект. Поскольку Ельцин не рассчитывал получить большинство, он вместо референдума, по закону референдума, он провел просто всенародное голосование. А за что всенародное? Что выносилось на всенародное? Ничего не выносилось. Ни один проект. А надо было бы вынести пять. И вот определился бы тот, который набрал больше всех. Ну, допустим, тридцать. Так надо получить, чтобы это было Конституцией, больше пятидесяти, значит, надо было поставить его потом один на голосование. И вот если он получил больше, чем пятьдесят процентов, тогда это Конституция. Ни первого тура не было, ни второго, и вообще ни один проект не ставился на голосование. И вот люди посмотрели, как бьют из танков по Верховному Совету, и говорят, принимайте его Конституцию. У тех уже расстреляли. Призмаю. Или есть такая шутка, значит, так, руки вверх, руки вверх. Одно упустить. Принято и ненагласно. Что вы говорите? А все Конституции, получается, незаконно. То есть, это вот я хочу, с одной стороны, я вам рассказал, но я не хочу сказать, что это ненормальность. В вопросе о Конституции, скорее, правило. Меняется власть, отвергается вся предыдущая законность. Как она отвергается? Просто отвергается силой. Силой. Это уже другой вопрос. Это сила отрицательная, там, негативная. Но все равно отвергается. Ну, советская власть была, что отвергли всю эту самую законность, которая была построена на февральской буржуазной революции, еще на старой царской законности. Все это отвергли и разогнали это самое учредительное собрание. Там большевики не получили же большинства. У них второе место было. Ну, они там, ну, у них была реальная власть. Они сказали так, ну, поговорили-поговорили, и хватит. К караулу встал. И никого это не трогали. Они поехали куда? Депутаты учредительного собрания. Тут поехали сначала в Ярославль. Потом добрались до Колчака. Думают, он им поможет. А Колчак их раз и в тюрьму. А потом вывели их во двор. Рыжие стреляли. Вы скорбите по убиенным? Нет, я скорблю. Ну, как? Это люди же. Депутаты учредительного собрания. И вы не скорбите по убиенным? А по царской семье тоже не скорбите? Так она не царская же. Царь же отрекся. Это вот если я царь, и я отрекся, то моя семья уже не царская, согласитесь. Он же отрекся. А что, взял бы и не отрекся? Тогда она царская. А это просто семья гражданская. Да сколько там гражданских семей? Что, вам только ее жалко других? Не жалко, что ли? Нет, не жалко. Или вам всех жалко? Мне кажется, мы не будем. Если вам всех жалко, а вам всех жалко, кроме депутатов учредительного собрания. Это ужас какой-то. Я не скорблю каждый год, не вспоминаю с болью в сердце. Ну, сейчас-то хоть поскорбите 3 минуты. Ну, все. Вот видите, да. А то жалко. Вы напомнили, вот я... Депутаты учредительного собрания. Давайте поскорбим там. Минуту молчания. Ну, там записывают минуту молчания. Потом можно посмотреть на фонд рабочей академии. YouTube. Ну, не сразу. Это трудное дело. Пока это что-то вывесит. Ну, так потихонечку вывешивается. Сколько у вас подписчиков на это было? А? Сколько у вас подписчиков на это было? Ну, по-разному. За 300 тысяч бывает на некоторых. Например, если вы возьмете, кто победит на выборах. Вот я вчера удивлялся, смотрел. Думаю, вот уже вчера выбор проходит. Утром было 304 тысячи, а вечером 318. Думаю, что вот люди вот смотрят. Ну, потому что они... А? Это просмотры. Просмотры. А подписчиков? А подписчиков не знаю. Я как-то это не отразил. Раз только просмотры, то и подписчиков... Ну, то много там подписчиков. Но не столько, конечно, не столько. Нет, я говорю просмотры, да. Подписчиков не скажу просто. Ну, это надо посмотреть. Я теперь посмотрю. Как-то я не задавался такой задачей. А это сильно может отличаться. Вот я смотрю по... Число посещений может отличаться от числа посещений в 10 раз. Примерно. Так вот, я хочу сказать, что вчера вот... Ну, я там рассказывал, кто на каком месте и примерно сколько голосов будет. Рассказывал, что на первом месте будет Путин, 70% на втором. Грудинин, на третьем Жириновский. Я объяснял почему. Ну, так, с точки зрения науки. Потому что наука, если она наука, она что-то должна, так сказать, давать, разбираться как. Можете посмотреть и сверить. А на четвертом месте вы думаете, кто будет? А я думал, что на четвертом месте будет Явлинский. Потому что у него все-таки такая партия, и долгая, и живущая. Но он совсем, видимо, сходит на нет. И его обошла Собчак. Но обошла она потому, что она не одиночкой пошла, а с партией. Гражданская инициатива. Если бы она пошла одна, то все вот одиночки в политике, они нули. Потому что все вот эти одиночки... Хотя Сурайкин вот вроде с партии и шел, но он тоже мало набрал. Ну, слабая партия. Поэтому вопрос о голосах – это вопрос о том, какая партия есть. А вот, скажем, в тот период, когда не было партии, было объявлено де-идеологизация, десоветизация и департизация. Не было никаких партий. И тогда это все, так сказать, как-то трудно было предположить. Сейчас это уже совершенно ясно, что если вот были голосующие за Единую Россию, то что, думаете, они бросят голосовать за Путина и проголосуют за КПРФ? А Справедливая Россия, специально Справедливая Россия никого своих не выставляла, единая другого не выставляла, они все должны были голосовать за Путина. Что, они будут голосовать за КПРФ? Нет. А те, кто голосовали за КПРФ, бросят голосовать за КПРФ, проголосуют за Путина? Тоже странно. Или те, кто голосовали за Жириновского, просят голосовать за Жириновского, будут голосовать за КПРФ или за Путина? Нет. Поэтому, если вы вернетесь немножко назад и посмотрите, какой был расклад голосов на прошлых выборах, вы видите, что уже все, так сказать, это пространство распилено. А это вот Орегард. Ну, там может быть такие флуктуации побольше, поменьше, там уже то есть первые три места определились, а дальше, тут же первые три, а на самом деле выигрыш только один, а не три. И не два. И второе место ничего не означает ровно в счет. Означает только большую потерю голосов. Сколько было раньше у КПРФ? 20%? Я сегодня посмотрел вот здесь. А сейчас сколько? 11%. Ну, так это что, не порастеряли? Странно КПРФ. Вроде человек миллионер. 5 килограмм золота у него. Голосуйте, может у вас будет 5 килограмм, а? 5,5. 5,5. Ну, надо голосовать. Может и мы такие же будем. Правда? И так рассказывали, интересно, что у нас народное предприятие, ну, если человек получает полтора миллиона в месяц, откуда такие деньги? Там зарплата есть среди этих полутора миллионов? Есть. Сколько зарплаты управленца? Ну, вот самый тяжелый труд у нас в России какой? Шахтеров. Сколько получают? 40 тысяч. Значит, сверх 40 тысяч – это пошла уже прибавочная стоимость. То есть, так сказать, одни работы я получаю. По данным, которые мы располагаем, за один час человек создает эквивалент своей зарплаты. Остальные 7 часов – прибавочная стоимость. У Грудинина среди акционеров прибыль не распределяется. Значит, вся прибыль прибывает к нему в качестве его зарплаты. Ну, еще, наверное, у него есть, потому что у него 44%. Чтобы нам вот этих товарищей объегорить, надо, чтобы вы были и вы были в одной компании. 44% – у вас 6%, а у вас 5%. 11% – добавляем к 44%, и будет у нас 55%. И тогда вот их голоса, вот они там, акционеры сидят, вообще ничего не значат, потому что мы примем решение какое? Не распределять прибыль. А это что значит? Не выплачивать дивиденды. Вы знаете что? Он же сообщил всем, Грудинин, что дивиденды не выплачивают. Значит, вы оставитесь с носом, дорогие товарищи, потому что вы вложили свои средства в создание акционерного общества. Это же ЗАО. Пусть не рассказывает про совхоз. Это название. У вас как зовут? Виктория. Виктория. А могли бы назвать Вилорик. У меня был знакомый на Кировском заводе. Владимир Ильич Ленин, организатор рабочих и крестьян. Вилорик. Запрещено называть? Вот сейчас советуют не называть именем электронной почты. И другими такими словами. А так вообще запрета нет. Поэтому запрещается называть ЗАО как угодно. Да хотите, можете написать Маркс, Ангельс, Ленин. Совхоз имени. Хотите совхоз, хотите колхоз. Какая разница? Это никого не интересует при регистрации. Если вы знакомы с гражданским правом, откройте и увидите, что это название. Можете написать «Зеленое солнце». Кто как хочет. Но если Ленин помогает прибыль получать, пусть помогает. Неплохо. Пусть поработает тогда. Хочет он вечно живой. Так раз живой пусть помогает, помогает получать прибыль и так далее. Так. Ну вот мы с вами вроде бы затронули такой вопрос об обманах. Но это вопрос о том, а зачем изучать философию. Потому что люди делают, которые изучают философию, предостерегаются от каких ошибок? В самых крупных вопросах. Не во всех, правда? Философия не может же решить частные проблемы. Философия – это наука наиболее в общих законах, или просто наука о всеобщем. Наиболее в общих законах природы, общества и мышления. Наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. Общества и мышления. Всеобщие законы. Вот кажется, что эти всеобщие законы, они должны быть какие-то очень простые. Они на самом деле простые. Например, самая простая категория в диалектике и философская категория какая? Не знаете? Можно я скажу? Бытие. Причем какое бытие? Чистое. Чистое – это такое, о котором я еще ничего не сказал, кроме того, что оно бытие. Вот это мало знать, что-нибудь есть или нет. Это существенно? Вот для вас существенно, что вы есть, или это вам не важно? Вы это спрашивали у моего однокурсника в первые лет. Ну, так вы сами-то согласны с этим? Или нет? Важно ли мне, есть или нет? Да. Мне важно. Ну, вот видите, вам важно. Я думаю, и всем важно. А есть у вас этот однокурсник еще есть или нет? Тоже важно, наверное. Ну, не так важно, как есть и нет. Ну, а как? Ничего себе. Попробуйте сказать, что нет. Здоровый эгоизм. Эйнрен. А? Эйнрен. Здоровый эгоизм. Ну, а что ж тут здорового-то? Ну, то, что своя жизнь важнее все равно. Не знаю. Вот, скажем, сколько матерей погибло ради своих детей. Для спасения. Для спасения своих детей. Сколько много погибло, что вот этот не проходит. Или сколько... А вообще герои, например, Советского Союза, это люди какие? Которые погибли за кого? За нас. Чтобы выжили. И так? Ну, вот Александр Матросов пошел. Он что, не знал, что он закрывает? Что такое закрыть амбрадуру? Вы знаете, идет и стреляет пулемет. Причем этих пуль выпускает не один там из винтовки. Они идут постоянно. То есть там очередь стреляет и стреляет. Это же причем пулемет, а не автомат. То есть это верная погибель. То есть чего он может сделать? Он может на время остановить эту стрельбу, и тогда он закроет и умрет. А все остальные идут, захватят и остановят. И ликвидируют эту огневую точку. И таких людей оказалось, как Александр Матросов, немало. То же самое Гастелло, например, который что сделал? Направил самолет. Его уже подбили. Он умирает. Как говорится, ему все равно. С точки зрения эгоизма, куда упадешь, туда все равно. Тот же результат. Так он направил, же сел в колонну танков немецких. Все-то взорвались. Я бы не смог, Боргер. Ну, вы-то не смогли. Я бы не смог. Так нам с вами никто и не дает, герои Советского Союза. Почему? Нет. Это идеи, это собственные интересы, это цели, это то, ради чего он жил. Да. Это его. Это его интересы. Я назвал вашу... Я ведь не случайно вам дал самую простую категорию. А есть сложные категории, сущность. Вы еще ее не изучали. Но я могу поставить вам вопрос. У вас сущность какая? Вот бытие у вас какое? Вы животное или растение? Животное. Животное. Видите, то есть выбор тут очень ограниченный. Но можно еще про грибы спросить, потому что грибы вроде это бесхолорофиловые растения. Они не могут создавать белки, как и мы. Мы же не можем создавать белки. Мы можем только получать белки и перерабатывать. Поэтому это нас роднит с грибами. Кстати, шляпка есть, ножка есть, только одна. И шляпка одна, головы нет. И белки грибов очень близки к мясу. А что значит создавать белки? Белки? Белок? Белок. Это не белок, желток. Белок – это форма существования. Жизнь – это способ существования белковых тел. Белки – это такое вещество, которое поддерживает свое существование путем обмена веществ. Само. Саморегулирование. И белки могут создавать только растения. Как они их создают? Под воздействием солнечного света. Из минеральных веществ и воды. И все. И они создают. В этом отношении мы, как животные, уступаем растениям. Потому что растения могут белки создать, а мы при всем желании только переработать можем. Мы можем съесть рыбку и, так сказать, а там и глаза были, и позвоночник, и хвостик. Раз, все это дело взяли, поджарили, съели. И построили более высокий белок. Какой? Человеческий. Так сущность. А вот это было бытие. Вот как бытие? Вот вы животные, так сказать, это правильно. И я животное. И я думаю, никто тут не скажет, что он не животное. А сущность у вас животная? Сущность у вас какая? Это уже вопрос на засыпку, а? Человеческая. Вот. Человеческая. А вот в чем сущность у человека? Сущность человека в том, что он животное или нет? Нет, ну животное это биологическое. Да, а у вас сущность не биологическая какая? Социобиологическая. Социообщественная, то есть. Сущность у вас общественная, правильно. А если общественная сущность, то то, что может быть смерть для бытия. Во-первых, все люди смертны. И в этом смысле вы от героев не отличаетесь. Только они умрут героически, а вы так, что никто не заметит. И я, между прочим. Ну вы умрут, умрут, скажут. Ну уже пора, сколько ему лет. Про вас скажут, что рано. А про меня уже никто не скажет. Ну скажут, что вы хотите, скажут. А что вы хотите, что вы страдаете вообще? Я, например, не страдаю, потому что у нас средний возраст мужчин меньше, чем мой возраст. Поэтому меня уже как бы нету. Вот. А вы хотите меня, допустим, испугать. Что вы можете испугать? Меня нет. Но я еще есть. Поэтому то, что, как говорится, спастись невозможно от смерти, я думаю, это понятно. Если только начнем обдумывать. Только у одних смерть они пожертвовали собой и являются. И навечно будет жить в памяти народной. А меня никто не вспомнит. Потому что я ничем не пожертвовал, ничего не сделал. А вы можете еще сделать и что-нибудь такое, и вас будут вечно помнить. Потому что человек, как общественный человек, сущность его в общественных отношениях. И вот, скажем, гений, в отличие от способного человека, просто способного, он не просто способный, а он продвинул человечество вперед по итогу своей жизни. Вот если вы продвинули человечество вперед, вы навечно и останетесь жить. Потому что никого не интересует, что вы ели, как вы там волновали, может у вас были ночи, вы не спали. Это никого не интересует. Вот Маркс говорил, история славит как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Вот если вы принесете счастье большому количеству людей, вы счастливый человек. Вы будете доказывать, что я несчастный, я мучилась, я страдала. Ну и все страдают, все мучаются, но вы принесли счастье максимальному количеству людей. И вы с точки зрения своей общественной сущности счастливый человек. А с точки зрения биологической сущности, а кому она интересует? Ну кроме вас лично, меня лично, мое здоровье, что у меня там на пальце, что у меня тут болит. Кого это интересует? Интересует, а что я так, как общественный человек, так сказать, внес в общественную жизнь? И про вас тоже самое. Вы зачем сюда пришли? Вы же пришли повлиять вообще на всю общественную жизнь. Журналисты, это кто такой? Это четвертая власть. Вы при власти находитесь, причем сейчас вы находитесь в становлении, а потом будете нами всеми управлять. Причем неформально. Формально управляет президент. Так он мало как управляет. Там, знаете, какая система испорченного сигнала? А вы напрямую прямо на людей воздействуете, как журналисты. Правильно? Я правильно понимаю? Вы зачем пришли? Вы что делаете? Я тоже так думала, когда поступала. А вы так и правильно думали. Вы для этого и существуете, и готовитесь. А как же? Вот вы напишите хорошую статью, и она повлияет на людей. А если вы не напишите хорошую, она и не повлияет. А чем вы лучше напишите, тем больше повлияете. Или скажем, ну вот я, например, могу выступить, могу не выступить. Я могу выступить, повлияю на тех людей, которые... Конечно, на тех, кто не смотрит, я никак не повлияю. На тех, кто смотрит, я повлияю. Но если я хочу, чтобы меня смотрели, мне даже какие-то не глупости же говорить. Я же просто так не вылезу. Вот так я вылезу и буду посмешившище там, если какие-то глупости буду говорить. И скажут, ну вот был человек, и все это... Поэтому если вы, да, куда-то растерят. Если вы какие-то хорошие статьи сделаете, потом будут ждать от вас хороших статей. Причем, что такое журналист? Это широкий профиль. Журналист, может быть, это видео, это в интернете журналист, или это блогер, там, или это, так сказать, в газете вы работаете, или в информационном агентстве. Вы, может быть, репортер, или колумнист, и так далее. То есть вариантов очень много. Потом, сегодня журналист, завтра вы писатель, написали книгу. Вы книгу пишете? Нет. А чего вы не пишете? Написали бы книгу, дали бы нам почитать. Вы бы сказали, вот, у нас приятно иметь дело. Вот человек написал книгу. Не ждет, когда состарится. А вы ждете, когда вы состаритесь, что ли? Я жду, когда я наберусь в мудрость. Значит, если будете писать, тогда найдется о чем писать. Потому что, когда человек ставит задачу писать, то ему он уже… Вот развитие идет, как говорит философия, от целого к целому или от части к целому? От части к целому. Это грубая ошибка. Это спорный вопрос. Да не спорный это. От целого к частному? Можно я обращусь к вашему полу? Развитие ребенка идет от целого к целому или сначала она, да? А, от целого к целому. Поняла, я обращусь. Вот вы, если развиваетесь, развиваетесь от целого к целому и от себя к себе. Не от себя ко мне вы развиваетесь, и не от себя к ней, а от себя к себе. Только от себя менее развитие к себе более развитие. Правильно? Вот. Это надо понять. Что такое развитие? Так вот, что такое писать книгу? Вот я бы спросил, а вы бы сказали, да, пишу. У вас заголовок есть в книге? Это же целое. Но название книги – это книга. Оно в неразитом виде. Вот эта самая клетка, которая все развивает. Правильно? Или вы собираетесь какую-то часть написать, не зная, что будет целое, и дальше. Надо, замысел надо иметь в качестве зародыша этой книги. Замысел. Вы на какую тему собираетесь писать? Если вы на тему-то обдумаете, посоветуетесь, можете и со мной тему. Я, скажем, вот это очень важно, скажем, посоветоваться с научным руководителем, чтобы не получилась какая-нибудь пустая тривиальная тема, из которой ничего не выйдет. Причем это чисто, вот когда люди советуются, знаешь, как меня учили, могу и вас научить. Выслушай и делай по-своему. Потому что для этих людей в отрасли, им важно, чтобы их выслушали. Они говорят, выслушали, слушайте, слушайте, потом послушали и сделали, как вы считаете нужно. Мне всегда говорил профессор Моисеенко, декан экономического факультета. Командир полка Катюш, который провел наступательную операцию в 41-м году, захватили монастырь в городе Тихвин. То есть, кавалер ордена Александра Невсона говорит, Миша, выслушай и делай по-своему. Вот когда вы не слушаете каких-нибудь там возрастей людей, они очень злятся. Как это? Такая-сякая, даже чтобы сгородилась, не слушай. Вы послушали. Но кто вас может заставить? Совершенно свободно. И дальше вы делаете по-своему. Но если у вас нету даже замыслов вашей книги, вы не свободны. Почему? Та же самая философия, о которой мы говорим, она отвечает на... А что такое свобода? Это тоже вопрос о свободе. Кто знает? Вы свободны? Да, свобода что такое. Вот вы свободная женщина? Нет. Нет? Никто не свободен. Никто не свободен. То есть, поэтому все эти разговоры про свободу, это бред. У вас вы сказали, что никто не свободен. Это ложь. Это, наверное, относительно чего свободны? Ну, то есть, она свободна в своих действиях. Ну, например, если она захочет перейти границу, она не свободна, потому что для этого ей нужны какие-то разрешения от высшестоящих людей. Ну, это правильное, размышление правильное, но еще не истинное. Потому что вы скажите, что такое свобода? А вы говорите, кто не свободен, кто свободен. А что такое свобода? Это относительное понятие. Нет, не относительное. Это философское понятие, которое имеет свою историю. Вот раньше есть, во-первых, есть два понятия, которые вам предлагаю обдумать одновременно. Произвол и свобода. Отличия есть? Произвол – это что значит? Ну, вот эта вот знаменитая фраза «моя свобода заканчивается…» Нет, это фраза, это не определение свободы, это фраза, включающая слово «свобода». А я говорю уже о том, что это такое. Потому что всякое определение отвечает на вопрос «вы отличаете произвол и свободу». Ну, вот я к этому и говорю, что произвол – это когда твоя рука касается все-таки лица человека. Нет, произвол – это… Нет, неправильно. Произвол – это означает «что хочу, то и делаю». Это произвол. То есть, если я говорю, делаю то, что хочу – это произвол. Произвольно поступаю. Вот захочу, сейчас брошу у вас вот этим телефоном. Это произвол. Ну, вот как раз. Не буду делать. А не захочу – не брошу. Это тоже произвол. Я же хозяин своего слова. Могу его взять, могу его на себя возложить, а могу забрать обратно. Царь или не царь? Все, царь или не царь. Слово дать могу. Вот, могу его забрать. Это произвол. А свобода, ее не надо путать с произволом. Вот долго она имеет историю. Наконец, Гегель, который является крупней осоздателем системы диалектики, сказал, что свобода – это необходимость, которая осознанна. То есть, вы поступаете свободно, если вы не просто вас куда-то заталкивают, а вы сами понимаете необходимость и поступаете согласно этой необходимости. Вы тогда не произволом руководствуете, а необходимостью. Вот, если вы должны заниматься философией, если это вы занимаетесь с пониманием того, что это вам нужно для дальнейшей вашей профессиональной деятельности, это вы свободно занимаетесь. А если вы занимаетесь философией, потому что вам мне, вот лично мне придется сдавать, и никуда вы меня не обойдете никак. Почему? Потому что у нас государственный университет, а государство – это орудие на тигле. Вам придется со мной встретиться на экзамене. Только вы будете говорить, а я буду слушать так, милая улыбка, а потом поставлю оценку какую. Какую вы хотите или какую я? Это прямо похоже на произвол. Вот я столько поставлю, а вы будете не согласны, а это никого не интересует. А вы скажете, я потребую в комиссии, в комиссии кто будет, ваши друзья или мои друзья? И вот друзья мои соберутся, они все будут профессора, скажут, да, Михаил Васильевич, вам давно надо было выгнать эту студентку. А как вы такой гнилый либерализм проявили? И напишут, что он, так сказать, недостаточно требовательно подходит. Мы их поспрашивали, они вообще ничего не знают. А вы до сих пор это терпели. Поэтому, ну это мы уже начали всякие проигрывать ситуации. А вот осознанная необходимость означает, вот вы, по осознанной необходимости, вам необходимо для того, чтобы быть совершенным в своей профессии, знать те положения, которые являются всеобщими, а не только специальными, которые относятся только к философии. Потому что вы будете иметь дело не с философами, а иметь будете дело с самыми представителями самых разных видов профессий, дисциплины и так далее. И вы должны, вы же невозможно их выучить. То есть как выкарабкаться можно из такой ситуации, что вы должны как бы все знать, ну журналист, он же должен на все откликаться. Так что же вы вообще будете вляпываться? То есть вы должны быть в состоянии не делать крупных ошибок. Аж как не делать крупных ошибок? Знать основное, всеобщее. Тогда вы как бы обо всем знаете, ну вы всегда будете в общей форме. Если вы не знаете конкретно, вы так в более общей форме. Я, дескать, вот знаю, что такое бытие. Ну а конкретное бытие – это не моя уже специфика. Или я знаю вот свободу вот в таком-то смысле и так далее. После этого, после этого, значит, появилась материалистическая трактовка свободы, которая очень сильно от этого отличается. Почему? Ну вот представьте себе, я вот взял на вооружение гегелевскую трактовку, свободу из осознанной необходимости. И украл 100 тысяч рублей. Осознанно? Нет, еще неосознанно. Украл и все, потому что деньги нужны были. Взял и украл. Смотрю, вот тут сумочку у вас там, раз туда. Вы вышли, а я раз и 100 тысяч забрал. Меня посадили в тюрьму. Не будем подробностей. На 7 лет. И сидел я там, 2 года сидел. И через 2 года сидения, я там есть возможность подумать, понял, что нехорошо воровать, раз. Что правильно меня посадили. И осознал свою вину. То есть я осознал необходимость сидеть мне в тюрьме. 7 лет. Осознал. Свободен, что ли, я стал? Ну, вроде по той формулировке, свобода есть осознанная необходимость, я свободен. Какой свободен, когда я в тюрьме? А вот Маркс дал нестандартное определение свободы, которое я вам очень рекомендую, оно малоизвестное. Или даже, можно сказать, скорее вообще неизвестное для большинства. Свобода есть господство над обстоятельствами, сознанием, дело. Господство над обстоятельствами, сознанием, дело. Вот давайте запишем и подумаем на эту тему. А подумать нам есть над чем. Потому что если над вами господствуют обстоятельства, вам бы хотелось это сделать, вот то сделать, вот так учиться, этим заниматься. Но обстоятельства, вроде болезни, например, все ваши планы нарушили. И когда вы болеете, вы несвободны. То есть вы не вы располагаете, а вы скорее вот объект, в случае, так сказать, когда я выздоровел, а вылечит меня, и как выздороветь, и как, когда я приступлю опять, когда я войду в норму и так далее. То есть человек не свободен, если он находится под гнетом обстоятельств. Вот вы, дескать, можете себя чувствовать свободным, если это вам полезно, то о чем мы сейчас говорим. А если это не полезно вам, то вы не свободны, дескать, вам, нам это не надо, но мы вынуждены сидеть, потому что этот злодей будет у нас экзамены принимать. А раз этот злодей будет принимать экзамены, если вообще ему ни разу не покажутся, он скажет, я вас ни разу не видел, и два. А зачем это надо? А нам надо идти дальше, на следующий курс. Логично? Логично. Поэтому господством обстоятельствами, ну может оно быть абсолютным, вы можете господствовать над законом тяготения. Некоторые думают, что если они залезли на какую-то башню, 100-метровую, и сделали селфи, то они могут уже спрыгивать. И уже много мы имеем таких селфи, это люди, которые навсегда остались молодыми. Потому что нет ни одной фотографии, где они вот в возрасте, они всегда молодые. И все больше и больше. Потом таких вот орлов стало меньше, после того, как вы, наверное, смотрите, в метро между вагонами такие сделаны заглушки с обоих сторон. Между вагонами сделаны так, чтобы туда не могли залезть. Туда же все время подростки забирались, и много их погибло. И вот между всеми, то есть затраты были сделаны колоссальные, между всеми вагонами метро сделаны специальные устройства, чтобы туда не залезть. То есть они вообще не нужны для этих поездов, но они нужны для того, чтобы люди туда не залезались и не умирали. Потому что нет тут этого... Так вот, надо понимать, что мы не можем господствовать абсолютно над обстоятельствами. Так что не надо, если это штепсель, то не надо туда засовывать пальцы. Если мысль такая приходит, а детям приходит мысль такая. И еще неплохо, что есть 220, а не 380. Потому что если 220 еще его подрешат, то ничего. А 380, это может быть уже чревато. Хотя у нас такой физик был интересный в школе, он так вот... О, тут у меня так искры идут, пальцы здоровые, но тут 380. Но это не стоит повторять эти опыты. Поэтому, конечно, господство над обстоятельствами не может быть абсолютным, но с учетом тех объективных законов, которые надо знать. Если вы с этими не сталкиваетесь, с законами, а учитываете их, то вы свободны. Вы делаете то, что вам требуется, то, что вы хотите делать, но с учетом действующих законов, прежде всего законов природы и общества, в том числе и юридических. То есть, если вы понимаете, что вот за это вас накажут, хотя наше право, например, в области трудового законодательства такое, что они особенно ни за что, ни на как они не наказывают. Например, если я вам не плачу зарплату, а я ваш директор, что может быть? Вот теперь может быть так, что может быть уголовная ответственность. Записанная только. А раньше не было. А если коллективный договор я не выполняю, вот мы договорились, по коллективному договору у вас отпуск какой-то, зарплата такая, я не выполняю. Какая ответственность? Пять тысяч. По кодексу об административных правонарушениях. Поэтому в этом смысле работодатель может быть свободен в этом. Ну и что, что он нарушил закон? А Горбачев объяснял, что можно делать. Можно делать, а, то, что не запрещено законом, б, то, что запрещено законом, но нет никакой ответственности, и в, запрещено законом, есть ответственность, но она меньше, чем прибыль, которую я получил. Да плевать мне на эту ответственность, я это как бы заплатить должен за это, и все. Или, допустим, мы поворачиваем там, где нет поворота, я еду на шикарном автомобиле, и подходит гаишник. Я говорю, так здесь платный поворот? Он говорит, платный. Сколько плата? Он говорит, сколько-то рублей отдали деньги и поехал дальше. Так и делал. Поэтому мы прекрасно знаем, что люди богатые, если я богатый, вы со мной будете судиться. Вы правы, конечно, я не прав. Ну и я-то у вас забрал, у ваших сто тысяч, пятьдесят тысяч отдал адвокату. Он из этих пятьдесят тысяч будет вместо меня ходить, он у вас переговорит, он у вас выиграет, но, к сожалению, мне пришлось ему отдать половину из того, что я у вас забрал. А вы думаете, что вот вы, это суд, у нас в суде, суд у нас ищет истину или нет? Официально ищет истину? Нет. Да нет. Не ищет он официально истину. Вот, наверное, не читали наш председатель Следственного комитета, товарищ Бастрыкин, который из нашего университета, я его лично знаю хорошо, он был зампредседателя парткома у нас, вот по идеологии, а я был зампредседателя, зам секретаря партбюро экономического факультета или ИПК. Ну, я, вот он мой был непосредственный, так сказать, партийный руководитель. Он был старостей в группе у Путина. Так и имеет прочные позиции. Он везде ходит и требует, чтобы суд бы по закону выяснял бы истину, а суд у нас в состязательной характере. А что такое состязательное? Вы будете со мной судиться. А вы со мной будете судиться, и я вас переговорю. А если я вас переговорю, то вы и проиграете. А судья просто констатирует, что этот вот больше наговорил, чем вот этот. А чтобы у вас выиграть, я приду не один, потому что я знаю, что вот, чтобы в деле было, вот мои выступления, вот, а ваши, вот. Вы придете одна с адвокатом, так, вы пойдете меня защищать? Я вам даю доверенность, и вам, и вам. А на экзамене потом мы с вами как-нибудь посчитаем. Как и вам тоже доверенность. И мы придем вот пятером, а вы сядете одна. А сейчас, говорит, а вы истец, а я ответчик. А если я ответчик, кто должен первым выступать? Вы или я? Ну, это вы, но я так уже в судах был много-много раз, вот, летят вас. Поэтому вы не знаете, с чего начинается суд? Ну, как вот, приходит судья, и надо всем встать, да? А дальше что? Какое обвинение? Еще суд только входит, вот мы в зал пришли, судья входит, все встают. Потом все садятся, и судья говорит, суд составит. Судья с фамилиями отчества, помощник судей какая-то. Доверяете ли вы составу суда? Ну, вы, конечно, кемнете, я говорю, не, не доверяю. Я так делал несколько раз после этого судья, как шелковый разговаривает. А почему не доверяю? Потому что вот я у вас уже два часа просидел, и у вас порядка нет, вы бы хоть повесили какой-то график, чтобы хоть, ну, полчаса было. Ну, невозможно два часа. Два часа, это люди, уже адвокаты мои ушли, как вы собираетесь так судить? Нет, это безобразие. Ну, мы что-нибудь придумаем. Ничего вы не придумаете, потому что уже ушел мой адвокат, а я имею право на профессиональную юридическую защиту. А вы приготовили свое выступление, и это закончилось заседание, потом уже собирается судья, уже смотрит на меня на стороже, и скажет, я, вот, значит, состав суда такой, и смотрит, я не буду говорить, что я отвожу ее. Она, конечно, не удовлетворит. Она же должна пойти в комнату, в судебную комнату, и написать письменно, что вот она не в родственных отношениях со мной, что я ей деньги не давал, и прочее, что она не такая, не плохая, такая, и такая про себя. Все написать, как вот вы говорили, эгоистичное написать заявление, но после этого она очень остерегается в отношении меня. А я как раз тут промолчал, а потом раз прошусь. А вы у нас из ТЕС. То есть вы, как, вы знакомили, что вы первые отвечаете? А я уже в один раз вылезал перед вами. А теперь вы говорите, ждете, сейчас вы будете первые против меня выступать. А судья говорит, у кого есть до начала судебного заседания заявления, какие-либо, или, заявления, или какие-то, так сказать, документы. Я подняю руку у меня, и начинаю 17 заявлений и всяких выхода. А вы сидите, а во всех заявлениях про вас говорится, какая вы плохая. Какая их, прошу их приобщить. А приобщать я вам. Даю экземпляр, так делается судья, и судей, чтобы вы почитали. А вы как почитали, как я вас там называю, вам так нехорошо? А я в это время ставлю просто, вы против приобщения? А даже если вы против, а судья говорит, приобщаем, 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 приобщаем. А вы все ждете, когда вы будете первые выступать. А я не могу, конечно, разворачивать выступление против вас, но кратко подкомментировать то, что я дал, и так далее, и так далее. Это что такое? Это вот свобода, как господственное обстоятельство, сознание дела. Тот, кто думает, что судья вам все решит, нет, суд носит состязательный характер. То есть, если мы с вами играем в волейбол, а я знаю, что вам подыгрывать будет судья, я должен как выиграть у вас, с каким счетом, чтобы я выиграл? Ну, лучше 10-4, 10-4 или 10-3, чтобы я у вас выиграл. Когда судья припишет вам, потому что он припишет вам 4, и будет у вас 10-7, я выиграл. А вы просто ждете справедливости, ну вот наивные люди. Нигде не написано, вот входит Бострыкин и говорит, давайте запишем, что суд ищет истину. Говорит, нет, не будем. Не будем, не удается ему, несмотря на то, что он влиятельный очень человек, председатель следственного комитета, юрист и так далее, не получается у него. Поэтому в суде, вот мы, видите, вот мы будем с вами спорить, кто кого переговорит. Тем более, тут всякие есть приемчики, я вам некоторые раскрыл. Так что вот, возвращаемся к определению свобода, есть господство над обстоятельствами, со знанием дела. Ну и так далее. То есть, вот что мы изучаем в философии и ради чего стоит, как говорится, этим заниматься? Ради того, чтобы узнать некоторые вещи, которые в обычном обиходе считаются, как бы, само собой разумеющими. Почему? А что такое обычный обиход? Дети совершенно правильно повторяют слова в возрасте два года, три года, четыре года. Правильно повторяют. и поэтому некоторые понятия известны с незапамятных времен, с детских времен. А раз они известны, это Гегель на эту тему пишет, что кто же будет задуматься над тем, кто и так уже, что и так уже известно. Давно. Вы будете задумываться о том, что известно? Нет, не будете. Поэтому у вас представление о некоторых вещах детские, не потому, что у вас лично, а у людей, которые это вот не пересмотрели, скажем, в курсе философии, вот с этими вещами не обратились, вроде как бытие, становление, развитие, изменение. Потому что я начну спрашивать, причем это вот очень забавно выглядит, но я хочу сказать, что вот я историков даже спрашиваю, историки, на пятом курсе я преподовал у них философия и истории. Скажите, что такое история? И вот это, вызывает большие трудности. Ну хорошо, что изучает истории? Вот вы можете сказать, что изучает истории, допустим? Вы же не историк, если вы не то скажете, это не важно. Вы скажете, я не профессионал. Что она изучает? Это уже логический круг. Истории исторически изучать. Нет, химия химическая. Развитие общества. Ну, хорошее. Развитие оба общества. Развитие общества. Ну, хорошо, неплохой это. А что, бывает развитие не во временном среде? Зачем такое дополнение? Чтобы сделать акцент на том, что они... Так развитие разве не делает акцент на том, что тут времено? Если развитие, это же движение во времени. Никакого другого развития, кроме как во времени, нет. Или есть развитие вне времени? Как это вы разберитесь? А я не историк. Да. А еще какие варианты есть? История – это то, что было до настоящего времени. Во, вот это вот историки мне и говорят. Хорошо. Я сразу вцепляюсь в это утверждение. Как профессионал говорит, ну вот рыба приплыла, можно ее уже ловить. Значит, то, что было до... Все, 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 достаточно. Все, что было до настоящего времени. То есть то, чего сейчас нет. Правильно? Нет. Как нет? События, которые были... Ну вот это, то есть вы, если вы историк, вы изучаете то, чего сейчас нет. Нет, по вашему определению. И вот вы закончите, я вот имею дело с пятикурсниками, закончите, пойдете в фирму. Я специалист. Я изучала пять лет то, чего нет. Вы возьмете меня на работу? Они мне так скажут, знаете, молодой человек, нам такие специалисты, которые знают то, чего нет, не нужны. Как вот переформулировать то, что вы хотели сказать, чтобы вас не поймали вот так, как я сейчас на вас напал? А вы, так сказать, ну как бы у нас с вами некоторый спор, в ходе которого вы должны тренироваться, как в таких ситуациях выигрывать, и не как в таких ситуациях проигрывать. Но при этом вы где-то и проиграете, потому что когда вы в этом споре участвуете, где-то вы и проиграете, но поймете, как можно выиграть. История – это изучение событий, которые повлияли на настоящее, и когда мы знаем, как влияли определенные события на мир, мы можем и сейчас предсказывать определенные действия. Да, это ваше положение хорошее, но длинное, только единственное недостаток, что длинное, а то есть это, чтобы знать историю, это нужно вот что-то такое вот запомнить, то, что вы сказали, это все правильно, и я запомнить это не могу. А теперь я вам скажу, что такое история. История – это, история изучает современность как результат пришествующего развития человечества. Это то, что вы хотели сказать? Да, абсолютно. Согласны с этим? Это вы тоже хотели сказать. Но первое, смотрите, что она изучает современность. Такие вы нужны. А если вы что-то там копаетесь в прошлом, ну что-то там вот копаются, какие-то черви там что-то изучают, что было, да, на что-то повлияло, ну мало ли что повлияло, все влияет на нас. А если изучают современность, но вы берете эту современность с корнями, это Гегель называл так, берем результат вместе с процессом, который привел к этому результату. А люди, которые не исторически подходят, они берут результат без процесса, то есть не как результат, а разорванным, опорванным от всего. И поэтому это легковесные люди, ничего глубокого они дать не могут, ничего понять не могут в жизни и в истории. То есть без истории невозможно жить. А вам надо иметь дело, как журналисту, с теми, со всеми этими людьми, чтобы их переговорить. Что журналист должен так стоять, все, а как это сделать? С помощью философии это можно сделать. А просто с помощью журналистики. Ну журналистика пишет, а содержание того, что пишет, так вы, если вы не знаете этот процесс, вы должны знать в общем виде. То есть иметь положительное знание, ну уже обобщенное. А у людей, которые не знают философию, они или знают, или у них просто провал, дыра. А это они знают, это не знают. И у вас, значит, такие вот дыра, значит, что-то есть. Тут островок, тут вот стихия моря. Вы везде, куда ни шагнете, провалились под лед. А вы должны наоборот. Ну, если это вы не знаете, ну, вот я что у вас про вас знаю? Хотите, расскажу? Вот вы есть. Это плохо, что ли? Ну, вы рады, что вы есть? И я рад. Вы рады, что она есть? Если я ничего больше не скажу, я плохо, что ли, про вас что-нибудь плохое сказал? Ну, это хорошо. Но я же спас себя в том смысле, что я же вот про вас сказал, а вы скажете, а ну еще скажите про меня. Так мы договаривались. Один вопрос. А вы что хотите, чтобы я этому лекцию посвятил? Это уже как-то... Или вот, допустим, я вас придете, вы на экзамен. Ну, на экзамен там два вопроса, это плохо. Вот на зачет, если зачет. И вот вы ничего не знаете. Я вас спрашиваю о том, чего вы не знаете. Вот. Что вы знаете об этом? И наворачиваю там, что это такое. Что вы скажете? Ну, меня спросите тогда. Что-нибудь такое, что я точно не знаю. Ну, спросите. Что вы спросите? Ну, что вы знаете о чем? Ну, что-то спросите. Как пославилась Ким Кардашьян. Ну, я ответил вам на любой такой вопрос, что я знаю, что оно есть. Я ответил вам? А вы скажете, а еще? А это что, допрос? Мы же договорились один вопрос. А вы начинаете второй, третий, четвертый. Вы что? Мы договорились один вопрос. Поэтому, если человек ничего не знает о том, что я спрашиваю, он что должен сказать? Ясно. Только он должен решительно и ясно и громко сказать, я знаю, что оно есть. Хорошо же? А что, у вас есть жизнь? Есть или жизни нет? Это пустячок, что ли? Не пустячок. Деньги есть или нет? Тоже не пустячок. Жилье есть или нет? Муж есть у вас или нет? Или жених есть или нет? Это все на уровне бытия. То есть, это самая простая категория философии. Если вы одну категорию уже знаете, то вы по принципу есть или нет, уже очень многое знаете. И нельзя это обесценивать. Вот есть у вас эта тетрадка или нет? Вот телефон у вас, это безразличный. Если вам безразличный, отдайте его мне. Я пристрою его в хорошую руку. Вам же не безразличный, правильно? Ну. А что, у вас вон сумок сколько много я обнаружил? Вот у вас, у вас. Не надо в глаза смотреть. Вот они. Они у вас есть. Сумочки у вас есть много. Сумки. Вот. То есть, вот это бытие. Так это важно, бытие или ничто? Конечно. Очень важно. Это самые простые категории. Иногда кажется, что самые простые категории – пустяки. Это кажется только, что пустяки. Потому что они по виду, кажется, ничего там не… И как это из них начинает философия, выплетать и логика? Чего-то там более содержательное. Как оно может идти от таких пустых категорий к более сложным? Во-первых, так построены все науки. Например, математика. С чего она начинает? Что лежит в основе математики? Что вы знаете? Что вы скажете? Что вы у нас? А? Мы можем сказать, что она есть. Да, это вы можете сказать. А что в основе математики лежит? Ну, что вот, в основании математики. Ну, математика – построенная такая наука, да? А что лежит? Ну, хотите, я вам задачу упрощу. Так, точка. Кто скажет? Что такое точка? Это не число. А? Что что? Это не число. Я не спрашиваю, что оно. Нет, я спрашиваю, что оно. Что такое точка? Место в пространстве. А? Место в пространстве. Место в пространстве. Вот это место в пространстве – это точка, да? Это же место в пространстве, которое я занимаю. Математика. Это и точка? Ну, как-то нет. Хорошо, прямая, что такое? По Кандинскому точка – это статика. А, статика. А есть статика-то есть где-нибудь статика? Вы сейчас двигаетесь или не двигаетесь? Или в покое находите? Относительно чего? А? Как не знаете? Вы сейчас двигаетесь или нет? Мы двигаемся немножко. Как? Двигаемся немножко. Ну, подождите, вы на какой планете находитесь? Ну, относительно земле не двигаетесь. Земля вращается, нет? А, ну да. Так вы на карусели? Нет, относительно земли нет. Нет, ну как? Ну, вы же вращаетесь вместе с землей. Нет, подождите. Да вы вращаетесь вокруг. Вместе с землей. Вместе с землей. Ну, так вы на карусели сидите. То есть вы катаетесь бесплатно. За 24 часа вы приходите в ту же точку почти. Но не в ту. Почему не в ту? Потому что вы вместе с землей еще и двигаетесь вокруг Солнца. Вы заметили, что сейчас марта? Хотя, видите, больше стало морозов, снега. Заметили? Это март. Потому что это борьба лета и зимы. Поэтому тут вы должны и лето видеть, и зиму. Вот зима налицо. А лето, так сказать, иногда вот в солнышке проглядывает. Солнышко-то все равно уже такое. А почему вы, получается, что лето? Потому что наклон оси у вас вот определенный, он не меняется у вращающегося тела. И потом, как вот мы придем в такую точку, где ближе мы будем к Солнцу. Ну вот, то есть надо будет освещать и греть. То есть вы вообще крутитесь все время. Голова не заболела у вас? Ну, я уже не говорю о том, что вообще у вас все движение. И вот я заметил, что вы дышите раз. Что вы моргаете два. Вы попробовали не моргать? Не двигаться? Долго не получится. Ну, страшного ничего не будет. Если долго не моргает человек, что происходит? Тогда начинает ваша... Плакать начинает. Что? Плакать начинает. Правильно. Это организм говорит, что там с моей хозяйкой что-то нехорошо. И он начинает... У вас начинают литься слезы, и поэтому не волнуйтесь, не высохнут ваши глаза. Все хорошо будет. А вот попытка кончить жизнь самоубийством, не дышать, еще ни у кому не удалась. Вы не пробовали, нет? Я в качестве протеста против ваших лекций сейчас перестану дышать, и вы будете неси ответственность за мою молодую жизнь. Пробовали так? Ничего не получится. То есть посидите, посидите. Не было такого. Вот прыгали там с разных высоких зданий, но чтобы вот так сидеть. А почему? А потому что многое в нашем организме проходит не только через наше сознание, а, так сказать, вот накопится углекислый газ, и у вас будет рефлекторный. Вдох. И ничем вы это никак не удержитесь. И вот есть у нас чемпионы по подводному плаванию, которые минут несколько могут там под водой быть, но все равно это очень ограничено в число. Число. То есть при вашей специальности, когда вы вынуждены писать обо всем, то есть главным образом о том, что вы глубоко не знаете. Ну, правильно я понимаю? Ну, если я журналист, я должен писать не о том, что я изучал, а о том, что стряслось. А стряслось то в одной области, то в другой, то в третьей, то в четвертой. И специализация журналистов близка к философской. Потому что вы должны в общем уже знать, если я философ, или с философской точки зрения подхожу, я уже знаю в основном про это. А детали не знаю. А детали вы напишите в конце, а детали мы увидим в следующих, так сказать, публикациях. А уже вы откликнулись, а уже вы должны сказать правильно, но вообще. А потом еще более конкретно, а потом еще более конкретно. А вы если будете ждать, когда вы будете, вас все обгонят другие журналисты. И вы останетесь на обочине журналистики. Потому что тут скорость очень важна. Кто первый сообщит? Это новостной журналистики. А? Это новостной. Если на ленте сидеть, то понятно, что важна скорость. Вся журналистика новостная. Если у вас ничего нового в вашем произведении нет, то никто вас читать не будет. Как у нас. Вот, например, во всей науке, во всей науке, если я ничего нового не даю, я не ученый. Я просто не ученый. Вы можете еще и журналист. А я-то точно не ученый. А если вы будете перепевать то, что другие сказали, а не то, что они... Вы же должны от них отличаться. В какую сторону? А что вы глубже берете вопрос. Вот мы с вами уже этот эксперимент проводили. Сначала вы сказали, что вы животные, а потом выяснилось, что сущность у вас общественная. Глубоко копнули. И что вы, имея общественную собственность, бесконечный и вечный. А как биологический существовавший, конечный и смертный. Вам как больше нравится? Как вас обрисовать? Что вы бесконечный и вечный? Или вот сейчас пойдете, я смертный и увечный? Так что это очень важно. И поэтому мы что делаем в философии? Оттачиваем некоторые основные понятия, которые как бы интуитивно... Мы их все слышали, мы все их знаем, но точного определения их мало кто знает в жизни. Но журналисты, как люди, которые имеют толстый период, должны знать, что будет точно этим пользоваться и влиять. Вот задача, которая перед нами стоит, и которую мы с вами должны решать. Хотя мы будем там изучать и этих философов, и тех философов, но мы должны вот такую сверхзадачу иметь, что мы должны обладать некоторыми общими положениями. Вот мы говорили с вами о свободе. Вот то, что мы говорили, это вам на вооружении нужно на всю жизнь. Это насколько нужно это понимание свода? Навсегда. Или бытие – это навсегда. Что противоположно бытию? Ничто. Ничто. А есть такое бытие, которое бы не превращалось в ничто? Не помню. Как-то вы не помните. Нет такого бытия, которое бы не превращалось в ничто. Попробуйте привести хоть один пример. Как бы вы ни старались, всякое бытие, без нашей помощи, само превращается в ничто. А другое. А ничто бывает такое, которое бы не превращалось в бытие? Нет. И тогда у нас получается, что всякое бытие подвижно, оно превращается в ничто. А ничто – всякое, не просто ничто. Поэтому если вы будете писать, и это бытие, и это ничто, это будет тупая журналистика. А вот это, которое все берет как текучая, изменяющаяся, это совсем другая журналистика, тонкая. И вы сразу совсем в другом свете все это представляете. Говорит, вот человек сидит, вроде бы и не такой талантливый, но он вырастет гением. А чего я плохого про него написал? Ну, он ему нравится, ну, хорошо. А что, а тот, кто не стремится к этому, а тот, в общем-то, да как-то слабый тогда. Вот плохо тот солдат, который не хочет быть генералом. Кто знает? Вы гений знаете, кто такие? Вы хотите ли предлагать, чтобы они стремились к тому, чтобы стать гениями? А гений – это кто такой? Высшая степень развития. Что? Высшая степень развития. То есть, если у меня есть высшая степень развития, мне на вас наплевать, я гений. Так? Нет. Вы только что проповедовали вначале, я не забыл. Главное мое эго, главное мне, высшая степень моего развития. Я не говорил, что наплевать, я говорил, что… Ну, я уже говорю. Гений важнее. Ну, вот гению моя собственная жизнь важнее. А на самом деле, что говорит история? А история гласит, что гений, во-первых, это талантливый человек. Но талант может быть направлен в сторону развития человечества и в сторону деградации человечества. Правильно? Например, Гитлер – талантливый человек. Вот я вас спрашивал насчет книги, вы не написали, а Гильдер написал, книгу написал. Книгу не каждый написал, а вот они написали, а он написал. Так. А картину вы нарисовали? А он рисовал. Так, а полководец, он слабый или не слабый? Нормальный. Что значит нормальный? Как нормальный, когда, так сказать, такие люди гениальнее, как там Джуков, Сталин, воевали, воевали. Четыре года надо было, чтобы разгромить гитлеровские войска. Они дошли уже до Москвы и окружили Ленинград и держали в кольце. Это что? Это не говорит о том, что это крупный полководец. Ну как там? Ну от того, что он отрицательный по отношению к нам фигурой является, это не значит, что мы должны это не оценивать. Если бы было не так, что-то равно бы хвалились своими победами. Это победа над серьезной противником, очень серьезной. А вот взяли и этого крупного полководца Паулюса окружили под Сталинградом и разгромили. И дело не в том, что мы его окружили, что мы к этому времени еще создали достаточное количество танков, пушек и самолетов, чтобы они не могли вырваться, потому что кольцо-то вы замкнете. Они вот здесь вот сделают такой прорывной так сказать состав. соберут войск и пойдут. И вы тут не надо, чтобы были мобильные группы, которых обратно заталкивают. И часть все равно прорвалась. Часть прорвалась, а основная масса окруженных сдалась в итоге. Они хотели сдаваться. То есть крупный, вот он талантливый полковой, то есть талантливый человек во всех отношениях. Но он гений? Нет. А гений и злодейство несовместимы. А гений какой-то не просто талантливый человек, талантливых много, гениев мало. А гений – это человек, который продвинул не себя, себя я продвинул. Это хорошо, мне хорошо. А если вы не продвинули себя, вы неуспешный я. А я успешный, как сейчас говорят. Абрамович успешный, у него есть подводная лодка, яхта и острова и футбольный клуб. У вас есть футбольный клуб? Нету. А вы неуспешный я. А он успешный. А гений продвинул человечество вперед. не потому, что он хотел, он не хотел, а по факту. Жизнь человека. Вот человек продвинул человечество вперед. И раз он человечество продвинул вперед, его считают гением. В какой-то области. или в нескольких областях. Вот евгений вообще-то мало. И после этого, вот вы продвинете человечество вперед и скажут люди, что вы счастливая. А как же я говорю, я счастливая? Я ночью не спала, я страдала, у меня мучилась. То есть, это никого не волнует в истории. Если вы продвинули человечество вперед, вам скажут, какая она счастливая. Потому что она счастливее человечества. Потому что вы, вы как отдельный индивид, отдельный индивид, вы выразили вообще суть, бессмертную суть человечества. И продвинули в области журналистики. Представляете, вот будут вас вспоминать как крупнейшего и виднейшего журналиста. А меня все забудут. А вас будут помнить вечно. И вас будут помнить вечно. Что значит продвинул человечество? Продвинуть? Это для этого надо знать, что такое развитие. развитие еще одна категория. И поскольку мы сегодня с вами так получилось, что вы пришли и никто на моих лекциях не был, мы сегодня вместо того, чтобы идти, так сказать, последовательно от простого к сложному, мы заскакиваем вперед. Раз уж вы спросили, я вам сразу скажу, развитие это движение низшего к высшему, простого к сложному. Вот если общество движется от низшего к высшему, развивая, то есть пополняясь еще, пополняя общественные богатства, духовные в том числе, и материальные, и духовные. Вот это развитие. И вот это вот продвинуло человечество вперед. А если я творил, 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 он натворил такого, что вы стали жить хуже, общество стало хуже жить благодаря мне. Вот как, благодаря Горбачеву, Ельцину, мы стали жить хуже. Значит, эти люди не продвинули нас вперед, а задвинули нас назад. Это же тоже относительные такие понятия. Это не относительные, это абсолютные понятия. Понятие развития в себе содержат еще и моменты, потому что в развитии есть регресс и прогресс. Регресс – это движение назад, а прогресс – это вперед. Во всяком развитии, вот мы с вами сейчас развиваемся, вы-то нет, а я при этом развитии еще умираю. А вы не умираете. Вы не умираете, вы только вперед. Почему это? А почему это? Потому что, чтобы я про вас такого не говорил. Вы лучше сами про себя скажете. Все, я про вас буду говорить. Сказать, мы собрались на лекцию, и лектор, значит, начал рассказывать, что я умру. И я такого не говорил. Это вы сами придумали. А зачем я это буду говорить? Я же знаю, как сказать, что у вас такая мысль родилась, но это не я же сформулировал. Это тоже, это тоже, ну, как бы, из тех приемов, которые есть. Вот я, допустим, могу, про вас нехорошее наговорить хорошими словами. Хотите? Вот сейчас я вам, это так делают журналисты. Хорошее про вас наговорить нехорошими словами. Давайте про кого? Давайте про кого? Давайте я про нее. Она в темном, в черном. Не хотите? Давайте про вас, а то женщина обидится. Вот смотрите, вот товарищ. Почему женщина обидится? Какая разница, какой у нас пол? Как это какое? Как какое? У нас не равенство между мужчинами и женщинами. Знаете, нет? В КПСС скажите, пожалуйста, сколько было процентов женщин? Я не беру сейчас. Сколько? В правящей партии сколько было женщин? Хорошо, в материальном производстве сколько было женщин? Ну, носилки носить. Не видели, когда вот ходят, асфальт делают, ходят такие мужики, у них вот так здесь авторучка, а тут женщины с лопатами. Не видели такую картину? Не видели никогда в литейном цеху формовкой, кто занимается? Женщины. Вредная работа и опасная. Сейчас бьется у нас руководство нашего министерства труда, чтобы женщинам разрешить выполнять вредную работу. А для этого вредную, особо вредную, перевести просто во вредную, а вредную просто в нормальную. А это приводит к чему? К разрушению женского организма. И это час, вот сейчас вот добивается. Потому что на самом деле существовало и существует и никогда еще не прекращалось неравенство между мужчиной и женщиной социальное. В смысле различия-то всегда останутся. Различия. А это не о различиях идет речь, о социальном неравенстве. Потому что у женщин свободного времени меньше, чем у мужчин. в советское время было на два часа. Сейчас никто это не считает. Сейчас гораздо больше. Потому что сейчас детские сады не устроят. У меня муж, простите, сын юрист. Юрист. И он это бился там с комитетом здравоохранения районным, чтобы устроить свою дочку, мою внучку в детский сад. А я знаю в Тихвинских производствах Кировского завода девушки молодые вставали в очередь на детский сад, еще не выходя замуж и не имея женихов. Потому что иначе 16 лет будут у них детские сады. Мужчины могут с детьми сидеть. Могут теоретически, а практически нет. У меня есть знакомые. А вы в курсе дела, что мужчины в целом получают больше, больше денег, чем женщины? Не знаете такого? Не знаете? А? Да, да, конечно. Проблема, которую надо решать. А проблема-то какая? Вот проблема называется? Проблема это называется, это проблема скажем, высшем образовании женщин примерно столько же, сколько мужчин имеет. А уже кандидатов в наук меньше женщин. Почему? Женщины глупее? Нет. Времени меньше, они рождают детей. Значит, засчитайте три года у вас, раз, дало. За три года можно побыть в аспирантуре и защитить кандидатскую диссертацию. А докторов еще меньше женщин процент. Почему? А потому что идет вот дальше. А дальше как вы не хотите, а так получается. Хотя у нас нет такого в обществе, что женщины выполняют только какую-то женскую работу. Вот нет у нас. У нас это как-то преодолено. А по факту. Вот я смотрел как бы засекреченные данные. Значит, такой был программа научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий. В спецхране у нас была в советское время. По ней написано свободное время мужчин и женщин. На два часа у женщин свободного времени меньше, чем мужчин. По факту. Было. Это не показывает. Это вот я мог записать себе книжечку и книжечка остается там в этом спецхране. Я могу об этом говорить. Это не секрет. Но это как бы не распространяется. Дескать, все. А мы что отмечаем 8 марта? Это что за праздник? Это праздник или день борьбы за равенство женщин с мужчиной. За социальное равенство. Потому что женщина-работница была в худшем положении. А если вы возьмете историю Соединенных Штатов Америки, когда там получила право голоса женщина в Америке? очень недавно. Поинтересуйтесь. Это, между прочим, у нас в России как раз такого не было. У нас цари были женщины, царицы. И Елизавета, и Екатерина. А в других странах нет. Так что это вот большая проблема. Вот у Ленина в Великом Почине говорится, что мы камня на камне не оставили от равноправия от старого права, которое делало неравноправно мужчину и женщину. И тогда с еще большей ясностью выяснилось, что женщина прикована к кухне и к детской, которая унижает и забивает ее работой механической, отупляющей, забивающей. И с этим бороться нельзя политически только придумыванием новых законов. Надо открывать столовые, ясли, прачечные и так далее. А в нас это сворачивается. Сейчас, правда, опять стали появляться в столовой. Ну, надо, чтобы... Ну, почему надо, так сказать, все это делать? Потому что сейчас опасно. Куда-то вы пойдете, накормите ребенка, а потом он накравится. Где гарантия? У нас в магазинах продается отрава, поэтому эти вытем нельзя кормить детей. Или продается сухое молоко, в котором всякие добавки и так далее. То есть, это проблема большая. И это вот все, так сказать, ложится в этом смысле на плечи. И женщин в первую очередь. То есть, общество пока еще вот эту задачу не решило. И оно не решило и в советское время. При том, что в нового сделано, не решило. А сейчас тем более. при этом не надо относиться к женщинам и боясь их лишний раз любить. А? Мне кажется, не надо относиться к женщинам, боясь их лишний раз любить, только и объяснять тем, что они женщины. Есть просто ранимые люди? Нет, они не потому, что они женщины, а не потому, что они находятся в таких социальных условиях, какие сейчас сложились. То есть, эти социальные условия не обеспечивают достаточно. То есть, что нужно сделать? Соответствующие продумывать мероприятия, которые освобождают женщину. Освобождают от тех работ материально-производительных, которые приходится по дому делать. Нельзя ли от этого освободить женщину? Можно. Каким образом? И это механизировать. Ну, коляски бывают легкие, бывают тяжелые. Я вот когда таскал своих детей, была коляска, которую я брал подмышку и вместе с ребенком уносил на пятый этаж. Ну, эти коляски, которые сейчас сделали, ну, я вообще их сейчас бы не брался поднимать. Я после этого инвалидом буду. Женщины, их вести-то тяжело. Ну, кто же придумал такое коляски? Да вы подумайте, что у нас было правило такое, что детская одежда и обувь в два раза дешевле. А сейчас какое правило? Вы будете что, жалеть для своих детей? Поэтому вот, наоборот, дороже. Я сына покупал, вот у него вот такая же накостала, как у меня. Ровно в два раза меньше. По цене были ботинки. А сейчас? Чем для детей все дорогое. Супер дорогое. И что тогда? И это бьются люди над этим. Поэтому, я смотрю, как эти таскают, эти коляски, женщины. Я вот смотрю, у нас вот молодые женщины, с детьми это ужасно, как они мучаются с этим делом. и это все на их плечи ложится. Потому что они вынуждены, пока дети маленькие, на женщину ложатся, но только она надрывается просто. То есть, это проблема не женская, это социальная проблема. У нас социальные проблемы какие связаны? Есть социальная неравенция, связанная с положением в производстве и с положением в семье. У нас философия изучает только неравенция связанная с положением в производстве или с положением в семье. И то, и другое. Потому что у нас скромно-родственные отношения присутствуют. Вот у нас передается власть по родству? Нет. Нет? А экономическая передается? Да. А я экономическая могу сменять на политическая? Элементарно. Правильно? Даже рассказывать вам не надо, вы сами понимаете. То есть, это вы правы в одном, что не надо никаких вопросов социальных выводить из биологического. Это да. А вот социальное положение надо рассматривать. И социальное положение надо менять. Поэтому речь идет, скажем, в социальной философии. Не о том, что мы будем что-то привязывать к биологии, а мы должны наоборот уходить от биологии и смотреть, как в обществе, в общественных отношениях каждый себя проявляет. Вот это имеется в виду, не более. Никакого абсолютного разницы вообще не может быть. Кто это за разницу выступает? Не надо выступать за разницу. Это должно быть... Всегда люди будут разные, во всем разные. Каждый человек это индивидуальность. Но не должно быть ни разницы, ни положения. специальным, что возможности для развития. Возможности для развития должны быть освещены пока не так в обществе. Не так, чтобы женщины получили такие же условия для развития, как мужчины. Просто я констатирую, как специалист. Не такие условия. Вы можете попасть на всякие должности. Ну, посмотрите, сколько у нас женщин в руководстве и сейчас. на два-три. А чего? А почему? Что, не глупее, что ли? Мы еще не ушли. Нет, не поэтому. Ну, плюс, да, плюс, вы правы, у женщин меньше свободного времени. Так, а это самое главное. А что такое свободное время? Вам сказать? Я вам скажу напоследок и на этом мы закончим. Нет, вот я вам сейчас скажу точное понимание, что такое свободное время. Не можете записать. Свободное время это не в нерабочее. Во в нерабочее время вы спите, вы болеете, вы стираете, вы убираете, вы готовите, ходите в магазин, ходите с детьми. Это все в нерабочее время. А свободное время это время для свободного развития. Так вот, свободного времени и у мужчин мало, и у женщин мало. И вообще мы еще из сферы свободы в этом смысле не вырвались, потому что у нас у всех мало свободного времени. И у женщин меньше, чем у мужчин. Но в чем проблема? Больше не в чем. Если у вас меньше времени для свободного развития, чем у меня, кто будет больше развиваться? Ну вот и все. Тут вот в чем проблема. А не потому, что у вас способности другие, что они связаны с тем, что вы женщина. Нет, способность у вас может быть выше, чем у меня. А я вот доктор наука, вы неизвестно, будете кандидат или нет. А почему? А потому что жизнь, она дает, ставит больше препятствий для женщин пока и дает меньше свободного времени. А свободное время определяется не как внерабочее, а как время для свободного развития. Это очень важно. Если я тупо сижу у телевизора и смотрю там боевик, это время для свободного развития? Нет, это не свободное время. То есть, если вам удалось наполнить часть внерабочего времени тем, что вас развивает, это свободное развитие. Разными ухищрениями, в том числе, вы там что-то делаете по дому, еще слушаете что-нибудь или читаете одновременно. Это вот, это тогда у вас получается свободное время. То есть, выкраивать свободное время очень его мало. И у женщин его меньше. Вот это ущемление женщин. Вот мы против этого ущемления женщин и выступаем. Ну, если мы за прогресс, а не просто потому, что это женщины. Да потому, что мы вообще против всякого ущемления, а не по принципу, что вот это ущемление женщин. Ну, против всякого социального ущемления. Вот и все. А вы против того, чтобы я развивался? Нет. Ну, а я против, а я за то, чтобы вы развивались не хуже, чем я. И что плохого в этом? А вы на меня нападали. Не нападал. Просто вы так сказали, не будем убежать девушку. Ну, да, так что плохого я сказал. А я тоже должен защищаться. А что мне делать? Если я не знаю, что у нас это джин, значит, какой мы подводим итог? Мы сегодня с вами побеседовали о том, какие задачи решает философия и зачем нужна философия для изучения журналистам. Вот. А у вас программа есть, вы это знаете, да? Значит, во-первых, дальше. Есть лекции за прошлые года, записанные на сайте Фонд Рабочая Академия YouTube для журналистов. То есть, вы можете взять лекции прошлого года и вот то, что вы пропустили, спокойненько там посмотреть. То, что я читал. Фонд Рабочая Академия YouTube. Или YouTube Фонд Рабочая Академия. Это канал Фонда Рабочая Академия на YouTube. Вот, товарищ записывает, другие товарищи надо разместить. Это долгая история. Вот эти лекции у нас только некоторые появились, они постепенно будут появляться дальше и больше. А за прошлый год и за прошлогодний и за прошлый год. Понятно, что лекции разные. Я, так сказать, под фонерой не читаю. Но они все равно имеют свою логику, которая определена программой. Сегодня мы с вами тоже говорили о том, что у нас в программе есть, но мы другой вопрос обсуждали. Зачем вам изучать философию? Правильно? Вот, я пытался на этот вопрос ответить. И вы, наверное, поняли, что в некоторых, по крайней мере, пунктах, значит, она дает тот выигрыш, который, ну, дает журналисту дополнительную силу. Это плохо или нет? Неплохо. Вам же нужно что-то в руки дать, чтобы вы так и чувствовали себя более уверенно. Я тоже журналист, я главный редактор газеты «Народная правда» в российской, которая в 91-м году была основана. и сейчас газеты трудового коллектива. Так что все мы журналисты в какой-то мере. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok